привет это программа n плюс 2 сегодня мы поговорим про разные научные новости поговорим о проблемах науки а то что мы там все об открытиях дабы открытиях есть такая штука статистическая значимость то есть это некая величина которая позволяет проверить насколько тот результат который мы получили статистически значим штука заключается в том что статистическая значимость имеет отношение к математике к математической статистике но и и постоянно приходится применять а проблема с судьбой собой прикладной деятельностью заключается в том что случается что ее начинают какие-то вещи начинают применять некорректно да и если скажем в истории со строительством если ты применяешь некорректную математическую модель здание у тебя развалится ну и тебя посадят и поэтому больше никто эту модель неправильно применять не будет то с исследованием например в психологии такого нет то есть если ты неправильно применил твою статью приняли опубликовали все заговорили о том что это абсолютно реальная история проверку на исследование о том что если людям ставить большие тарелки они больше едят вот там такая была история оказалось что такого эффекта нет но человек который открыл этот эффект когда его открыл в кавычках да он сразу прославился вот и большое количество ученых выступает за то чтобы не считать статистическую значимость единственным критерием потому что сейчас чаще всего статьи отклоняются ли примет принимаются прямо на нее сразу смотрят если она там хорошая статистика то статья принимается статистика не очень то говорят ну вот типа не принимается и в общем-то ученые выступают за то чтобы этот критерий ослабить какие критерии в оценивании следует оставить абсолютно правильный вопрос это в общем-то позиция критиков они говорят что типа если у тебя есть один критерий да им злоупотребляют это правда вот у нас есть доказательства про тарелку я уже рассказал вот но если вы убрать то что останется и разумеется ну история заключается в том что вот это вот вот эти вот восемь сотен ученых они скорее говорят что давайте не будем давайте будем думать прежде чем что-то делать да и в целом это обычно совет не всегда очень хороший то есть что останется они не говорят они говорят вот давайте будем помещать значит статистическую значимость в контекст в анализ но в целом да это очень удобный способ и хочется сказать что как только вы начнете что-то куда-то помещать злоупотребление и количество не уменьшится только увеличится но если снизить все эти критерии для ученых будет намного больше простора да разумеется с понятное дело что сторонники снижения говорят что так и так почему ну статистической значимости ей когда у тебя есть математическая статистика это вот как бы инструмент когда здесь живая статистика ты ей можешь манипулировать вот например самый высокий уровень работы со статистикой эти физиков у них все настолько строго устроена вот когда занимаются статистическим анализом например физики частиц что у них например от человека скрывают результат ну чтобы у него не было желания подправить статистику так чтобы результат был получше понятно да вот от него скрывают результат регулярно в данные вбрасываются фейковые данные фейковые чтобы было понятно что все хорошо работают и тогда эти фейки должны получаться на выходе и ну с одной стороны это как бы очень зло потому что вот у тебя есть фейковый вброс да ты что-то там собираешь собираешь а потом тебе говорят ну здорово ты поработал на твоя работать ну бессмысленно мы зато выяснилось что ты хорошо работаешь вот и они конечно работают со статистикой на максимально честном уровне в реальной жизни у тебя нет миллиард миллиарда экспериментов как это обычно в физике элементарных частиц поэтому ты работаешь с меньшим числом экспериментов и хочется сказать что ну при желании ты можешь сделать так что статистическая значимость у тебя будет такая же как надо а результат как был неправильный так и останется а если среди этих ученых могут быть люди которые обижены что их исследование не котируется нет 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 это серьезные ученые действительно это серьезная дискуссия она именно ведется на серьезном уровне это не то что такие маргиналы обиженки решили вот выступить против системы условно это люди которые прекрасно понимают как это работают ну и важно понимать что это выступление не просто так когда я говорил про большие тарелки по разным данным там до 60 70 процентов результатов в области психологии не воспроизводится то есть у тебя хорошие исследования у тебя хорошая статистическая значимость на нее посмотрели все приняли к работе а дальше люди говорят а вот есть такой описанный ну эффект да давайте проверим его на реальных людях начинают проверять этого эффекта нет потому что там когда-то было исследование не учли кучу факторов на но вот статистическую значимость получили отдали в печать ценность этой работы нулевая да более того даже она скорее отрицательная потому что начинает циркулировать представление о каких-то там вот существующих эффектах которых на самом деле конечно нет да и это вопрос в общем-то гораздо более глубокий гораздо более серьезный чем просто спор обиженных и тех кого печатают пока велась дискуссия пришли ли ученые какому-то решению ну да дискуссия идет в основном сейчас какое-то время назад был предпринято было сделано некое предложение статистическую значимость сильно усилили для того чтобы отсечь вот этих вал хотя бы часть этих некачественных работ вот но это только временное решение то есть дальше усиливать просто люди будут гораздо более изощренно манипулировать с данными но дискуссия идет да не очень не очень пока понятно как эту проблему решить антибиотики нашли в речной воде по всему миру и это довольно неожиданно потому что ну во первых такая проблема была но раньше считалось до какого-то времени что эта проблема имеет отношение в основном к странам которые занимаются производством мяса дело все в том что существует пока не до конца понятный эффект которые заключаются в следующем что если сравнительно небольшими дозами антибиотиков кормить крупный рогатый скот то у крупного рогатого скота начинает очень быстро расти мышечная масса это кстати связывают с изменениями в микробиоме скорее всего это как-то связано в микробиоме в кишечнике крупного рогатого скота вот и так как это животных обычно кормят там довольно жесткими антибиотиками а если ты кормишь ну животные антибиотиками то все это рано или поздно понятное дело попадает в окружающую среду и традиционно подобные вещи обнаруживались вот в местах где очень активно что-то выращивается теперь однако оказалось что антибиотиками с грязнение антибиотиками гораздо более распространено чем нам казалось то есть например там в какой-то темзи там нашли большое количество антибиотиков больше всего в пакистане вот и эти антибиотики это настоящий антибиотик которыми лечат людей уже ли такие антибиотики можно найти в речной воде по всему миру даже на островах типа мальдив нет ну конечно нет но для того когда мы говорим по всему миру мы имеем виду разумеется просто но водоемы в которой вода может попасть ну то есть это реки и это там озера и это все таки в населенных территориях я уверен что пока еще антибиотики до каких-нибудь высокогорных озер не добрались а в океанах они есть в океане они есть но океан слишком большой мы еще пока не недостаточно хорошо загрязняем океан чтобы можно было в массе воды эти антибиотики обнаружить что с этим делать поставить какие-то фильтры вот это это важный вопрос потому что в чем проблема да и это вот мы как будто антибиотики антибиотики на что такого штука в том что когда тебя в окружающей среде присутствуют антибиотики они убивают микроорганизм то есть они продолжают убивать микроорганизмы так как они для этого созданы вот и микроорганизмы начинают со временем вырабатывать к ним иммунитет то есть появляются организмы устойчивые к антибиотикам да какое-то время назад даже была новость о том, что появилась инфекция это обычные инфекции, которые живут в больницах, где много лекарств там существуют самые жестокие инфекции микроорганизм, который устойчив ко всем антибиотикам известным в том числе антибиотикам последнего рубежа это была большая новость, очень шумная несколько лет назад и это означает, что такие организмы начинают появляться в массовом количестве и очень сильно, очень быстро распространятся по миру поэтому опасность антибиотиков, она очень большая на самом деле люди давно понимают, что микроорганизмы могут вырабатывать устойчивость к антибиотикам и поэтому, когда их назначают антибиотики, обычно их назначают комплексно то есть это разные антибиотики, нужно их чередовать для того, чтобы как раз ты вылечился но при этом не получилось так, что вместо того, чтобы ты вылечился, то, что ты пытался убить оно стало просто к антибиотикам устойчиво, и тебе стало хуже, и ты вдобавок всех стал заражать вот, и разумеется, следующий этап, это понять, как мы это можем остановить то есть системы фильтрации, это совершенно новая задача ничего, ни с чем подобным мы как бы раньше не сталкивались Влияет ли это концентрация антибиотиков на людей, которые плавают в таких реках? Ну, слушай, если ты глотаешь воду на речке, оно, конечно, всегда влияет потому что антибиотики там, когда ты глотаешь воду на речке, все-таки не самое страшное и как бы, если ты наглотался воды, то, по крайней мере, расстройство желудка тебе гарантировано а уж там от антибиотиков это или от того еще, что там было, это вопрос десятый Системы видеонаблюдения, основанные на нейросетях, оказалось, можно обмануть с помощью обычной картинки в руках Многие, наверное, из вас слышали про то, что Китай строит там, условно, настоящую антиутопию В Китае распознавание лиц, это обычная стандартная история Если ты хочешь по Пекину, там камеры висят даже невысоко, как принято в европейских городах где за тобой наблюдают сверху камеры прямо на уровне лиц людей Да, и многие из этих камер, многие из институтов используют системы государственных институтов, используют системы распознавания образов, когда лицо распознается с помощью нейросетевых алгоритмов И устойчивость этих алгоритмов, то есть то, насколько мы на них можем полагаться Это такая неоднозначная вещь То есть вот Китай, он, типа, поспешил, внедрил эту историю Но возникает вопрос, если мы будем полагаться на эти алгоритмы, например, в поиске преступников Насколько хорошо они работают То есть если человека задержали на основе того, что идентифицировала нейросеть Считается ли это нормальной практикой Ну и вот существует большое количество результатов, которые показывают, что нет Традиционно с нейросетью пытаются возиться, используя разные аспекты восприятия Дело все в том, что нейросети уязвимы для сильной вариации начальных данных Например, если человеку на лицо нанести банально краску То есть, например, одной линии было такое исследование достаточно Такой футуристический макияж Для того, чтобы нейросеть перестала узнавать человека Теперь оказалось, ну и хочется сказать, что все-таки макияж привлекает внимание Теперь оказалось, что достаточно идти по улице, просто держа в руках картинку И тогда нейросеть вас перестанет узнавать То есть можно просто надеть условную маску Фантомаса Идти по улице, и тебя никто не узнает? Не просто... да нет, не маску Фантомаса Надеть маску тебя и нормальные люди не узнают Утверждается, что нейросеть так устроена, что у нее уязвимости нечеловеческие То есть она все-таки работает далеко не как мозг Например, можно напечатать очки Ну, очки из специального вида оправы Которые делают тебя для большинства... Ну, например, все же используют гугловскую нейросеть в основном Вот для гугловской нейросети ты перестаешь быть узнаваем вообще То есть вот ты одел очки, и она тебя не узнает Потому что здесь так подобрана расцветка Что она вносит достаточно шума в исходные данные Для того, чтобы сбить нейросеть с толку Очки не вносят человеку шум, когда он пытается узнать лицо другого человека А вот нейросеть могут сбить с толку То есть это новость о том, что необходимо усовершенствовать систему нейросети видеонаблюдения? Скорее это новость о том, что не надо на такие системы полагаться Потому что нейросети же они сейчас такие, на хайпе И хочется сказать, что их везде внедряют И вот уже там чуть ли не в метро московском с помощью нейросетей Отсматривают людей и обнаруживают бежавших преступников Или того, кто в розыске, или просто кто не заплатил алименты, не знаю Но на самом деле это новость предупреждения о том, что Такие сети очень легко, во-первых, обмануть И будущее, конечно, за этим А второе, это то, что если их так легко обмануть Они могут просто неправильно срабатывать И ты просто спустился в метро Тебя схватили милиционеры Арестовали И держат А потом выясняется, что это было просто неудачное срабатывание А ты опоздал, скажем, на работу В итоге у такой нейросети больше плюсов или минусов? Это, если мы спросим Вот у нейросети больше плюсов или минусов То это вопрос, скорее, такой этический Хорошо ли, что в автоматическом режиме можно идентифицировать людей в толпе? Ну, кто-то скажет, что да Кто-то скажет, что нет Кто-то еще что-то скажет Потому что, ну, есть золотое правило Если данные были собраны, они рано или поздно попадут не в те руки Данные так устроены И, разумеется, от этого никуда не деться Единственная защита от неправомерного использования данных Это их уничтожение Вот это нужно понимать В том числе и персональных данных Но ответить однозначно на этот вопрос Это там нормально такая передача На два часа поболтать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому